Здравствуйте, дорогие художники, любители живописи. Приветствую вас на канале Яркие картины. Я Наталья Ширяева, его автор. Сегодня я хочу посвятить это видео ответу на вопрос одной моей зрительницы. Вопрос посвящен тому, как организовать свою творческую деятельность, свой заработок. Художнику, который живет в маленьком городе. На самом деле мне очень интересно показался этот вопрос. И у меня очень много идей возникло, и каких-то мотивационных тем, которые я бы хотела подсказать. Которые я, возможно, могла бы подсказать даже человеку. Я поняла, что в принципе человеку требуется, с одной стороны, мотивация просто для того, чтобы жить. И как художник самораскрытием заниматься. И для того, чтобы реализовываться и в материальном плане тоже. Каким-то образом зарабатывать себе на жизнь, не изменяя себе, не изменяя своим творческим наклонностям. Мне много вспомнилось различных примеров из жизни. Пусть это не связано с художниками, но связано с творческими людьми, с людьми необычными, которые жили в небольших городах. И находили при этом возможность для того, чтобы заниматься творчеством. И самораскрываться даже в том пространстве, которое, казалось бы, может быть и не очень для этого способствует. Дело в том, что я много лет вела блог на бесплатном движке или в интернет. Ну, дневниковая система такая. И у меня очень много в то время появилось знакомых в разных городах. Со многими я даже встречалась в реале. Все это были люди очень интересные, очень творческие, с очень необычным мировоззрением. И большинство из них жило в совершенно небольших городках. И меня восхищало, насколько они находят в себе силы для того, чтобы даже в этой среде, которая, казалось бы, совсем не мотивирует к творчеству, но заниматься саморазвитием, реализацией своих творческих наклонностей и зарабатывать при этом. Ну, во-первых, одну из идей, которую я хотела бы подсказать, именно из опыта моих знакомых, это идея того, что можно, в принципе, для мотивации наездами ездить в соседние какие-то крупные города, где проходят какие-то семинары, какие-то мероприятия, какие-то уроки брать. Это если вы хотите развиваться, если вы хотите расти, если вы начинающий художник, если у вас нет профильного образования. У меня была одна знакомая, она жила в маленьком городе, но она была настолько увлечена индийскими танцами, что она вообще работа у нее не была с этим никак связана на тот момент. Она работала фармацевтом в аптеке, но она в перерывах между обслуживанием покупателей, а город был небольшой, аптека была там, мало проходимости, не во все часы там бывали люди, она разучивала танцы. То есть вот это вот меня, помню, очень сильно потрясло. Я вначале читала ее дневник на Ливоинтернет, потом лично даже в гости ездили мы к ней, общались. Девушка с очень таким внутренним стержнем, она знала, чего она хочет, и она сама себя мотивировала. Помимо этого она ездила в крупные города, где проходили семинары, где проходили фестивали по индийским танцам. Она там выступала, она сама шила себе костюмы вначале, потом она заказывала уже парнихи, костюмы, сама разрабатывала дизайн этих костюмов. Совершенно потрясающий пример человека, которого среда никак не сломала, и который в своей среде, в которой, в принципе, у нее не было единомышленников, не было друзей, не было там какого-то консенсуального коллектива, где бы она могла вот каждый день подпитку получать, но при этом она с помощью интернета, конечно же, с помощью разных ресурсов мотивировалась, разучивала эти танцы, тренировалась, повышала свой уровень, регулярно посещала фестивали. Потом она уже в своем городке стала выступать, ее приглашали на какие-то творческие мероприятия, на какие-то концерты, потому что я видела потом уже в интернете, у нее много видеозаписей было из разных вот такого рода мест культурных, прямо вот в их городке, вот, и я помню, тогда подумала, ну надо же, человек настолько как бы знает, чего хочет, стремиться к своей цели, его, ну, я очень сама была вдохновлена этим примером. Это было еще до того, как я начала плотно писать картины, на тот момент я сама находилась на распутье, вот, я зарабатывала совсем другими вещами, я тогда не писала плотно картины, писала, ну, изредка, очень редко что-то для себя и все, я их не продавала, я занималась очень плотно, я на тот момент еще специально, даже не ходила специально брать уроки, вот, был такой период в моей жизни, пожалуй, который и стал началом вот уже нынешнего периода, когда я плотно рисую, занимаюсь живописью, продаю свои картины, и это мой доход, вот, это очень было мотивационный, мощный для меня стимул, знакомство с такой девушкой. На самом деле, если ваш город там, ну, не совсем там деревня, где тысяча человек живет всего, да, в любом городе всегда найдутся те люди, которым это тоже интересно, может быть, даже они еще там профессионально этим не занимаются, но люди заинтересованные найдутся всегда. У меня вообще такой жизненный принцип, я не знаю, я, наверное, про него никогда еще не говорила в своих видео. Мне очень трудно вписываться в чужие, скажем так, уже устоявшиеся группы, то есть мне трудно, допустим, прийти в какую-то компанию, где есть там свои какие-то лидеры, где есть уже сформировавшиеся, да, ну, какая-то определенная статусность, скажем, да, где уже много человек друг друга знают много лет, прийти в эту компанию и начать там каким-то образом себя, ну, как бы показывать. Для меня в таких ситуациях проще даже, пожалуй, сесть где-то там в уголке, отсидеться, особо не пытаться там привлекать к себе внимание. Но по своей натуре я все-таки, наверное, человек, которому нравится организовывать других людей и лидер по своей натуре. И в какой-то момент, вот это было еще в старших классах школы, я поняла, что для того, чтобы в каком-то кругу людей, к твоему мнению, прислушивались, проще свой круг людей организовать, чем приходить уже сформировавшийся круг какой-то и пытаться там, знаешь, отодвигать лидера этого и привлекать внимание на себя. То есть это какой-то образ борьбы. Вот этот образ борьбы, он мне никогда не нравился. А мне нравилось мотивировать людей вокруг себя и создавать вокруг себя круг людей, близких по интересам. Потому что, в принципе, людей заинтересованных и тех людей, у которых есть энергия для того, чтобы заняться творчеством, их очень много, но не каждый знает, чем заняться. И вот когда я сама стала заниматься живописью, вокруг меня стал уже каким-то волшебным образом организовываться кружок людей, которым это интересно. И даже по этой же причине я стала вести свой канал и на Ютубе, и магазин на ярмарке мастеров тоже мне в этом помог. Но, скажем так, в реале я тоже мотивировала людей вокруг себя. И многие люди, которые хотели рисовать или когда-то рисовали в детстве, но потом это всё забросили, они смотивировались для того, чтобы попробовать и начать писать картины. Вот я, например, смогла смотивировать свою сестру, которая в художественной школе год проучилась, или чуть больше в детстве. Потом она совершенно по другой стезе пошла, она бухгалтер. Но при этом творческих наклонностей у неё очень много. И она смотивировалась для того, чтобы писать картины. И у меня уже, скажем так, в близком окружении появился человек, с которым можно об этом пообщаться, там обсудить краски, обсудить техники, обсудить художников, обсудить картины, обсудить какую-то выставку. Вот. Это очень здорово. И вот это, пожалуй, черта, которая мне очень помогает в жизни. Я думаю, что и рядом с вами есть люди, которым интересно было бы заниматься живописью. Может быть, даже они ещё про это не знают, но в них есть что-то, может быть, что-то, вот это вот неясное томление, стремление к чему-то, к чему-то нематериальному, к духовному, к раскрытию чего-то духовного в себе. Поэтому повнимательнее приглядитесь к своему окружению, к своим родственникам, к своим друзьям, к своим знакомым, к своим соседям. Возможно, каким-то людям рядом с вами это будет интересно. И тогда у вас появится просто единомышленник, вы сможете его увлечь тем, чем занимаетесь сами. И этот единомышленник, он вам, ну, как бы будет вас мотивировать в ответ. Потому что это очень важно, конечно, чтобы можно было пообщаться с людьми на темы, которые вам сами близки. Это вот что касается моральных каких-то мотиваций, которые человек, в потребностях, в которых есть у каждого человека. Особенно, который живет в небольшом населенном пункте. Вот. То есть это, ну, эта тема, вот, на самом деле, она для меня актуальна была всегда. Вот поэтому я вот такие советы могу дать. Вот. На самом деле, стоило, ну, бросить клич себе знакомых, кто хочет попробовать просто там вместе со мной порисовать картины. Вот. Много желающих нашлось. Вот. И это здорово. Я даже не догадывалась, что людям, которые там, с которыми я общаюсь, которые никогда не держали кисть в руки, это может быть интересно. Но это интересно людям. На самом деле, все дети рисуют, и в детстве практически каждому это интересно. Вот. Потом человек как-то вот забывает это, и с этого состояния, вот этого творца, да, он там увлекается какими-то погонями за тем, за тем, за тем. В этой погоне он совсем забывает о том, что и помимо материального, есть у нас у всех людей потребность и в духовном. Вот. И одно материальное, оно не может полностью удовлетворить никогда. Всегда в душе останется какое-то там ление почему-то тому, что нельзя потрогать руками. Вот. По творческой реализации. Вот. Помимо того, что ездить самому, брать уроки, вы точно так же можете организовывать через интернет людей и набирать себе учеников, для которых вы бы могли сами проводить семинары в другом городе на выезде. То есть, как это делается? Ну, вы, вам, естественно, надо заняться будет самопиаром, то есть, это какие-то, посредством каких-то интернет-сообществ, это может быть ВКонтакте, это может быть в Инстаграме, это может быть через блог в интернете, там где-нибудь на ЖЖ, там, или, может быть, автономный блог, то есть, вы можете вести сайт на эту тему. То есть, возможно, сейчас интернет нам дает очень много, ну, также, опять же, Ютуб. Вот. Вот очень много, если вы профессиональный художник, и вам нравится учить людей, но вы живете в небольшом городе, там никто учиться не хочет, вы вот всегда можете это сделать на выезде. То есть, просто на сутки снимается квартира посуточно, туда приглашаются люди, которые хотят научиться рисовать. Даже если вы, там, будете проводить семинары, там, первый раз, там, с тремя-четремя человеком, вы все равно окупите эту арендованную квартиру. Вот. Может быть, первый раз вы немного заработаете, но это все равно будет начало положено, и дальше они расскажут своим знакомым, они могут прийти второй раз. То есть, это дело будет ваше развиваться, потом со временем, естественно, вы будете уже получать хорошую прибыль с этого. То есть, окупаться будет это арендованное помещение. Может быть, и не в квартире это проводить, может быть, какие-то, типа, офисного помещения. Вот. То есть, на самом деле, можно посмотреть так, как это делают другие люди. То есть, многие, кто преподает, кто самораскруткой через интернет занимается, самопиаром, они ездят по разным городам, проводят семинары в разных городах. Все это того же Игоря Сахарова, где он только семинары не проводит. Вот. И на выезде, и на пленэре. То есть, в принципе, если вы живете в небольшом городе, но неподалеку от вас есть большой город, вы можете также организовать выезд на пленэр, чтобы к вам приехали эти ученики. То есть, если этот город не очень далеко, там 150 километров, это уже, в принципе, такое расстояние, которое можно туда-обратно в течение дня проехать. Да даже, наверное, и больше, если чем 100 километров. Смотря на чем, конечно, на машине можно проехать, там, и 200 километров туда-обратно в течение дня. Можно организовать семинар, там, с ночевкой. Можно, там, если это лето, можно организовать выезд с палатками на пленэр. Например, у меня все время крутится идея. У меня такая дача прикольная, и мы сами там частенько ночуем в палатке летом, что можно, допустим, организовывать пленэры, именно там, пленэры выходного дня. Ну, не пленэры, а как бы творческие выходные, скажем так. И приглашать людей из соседних городов на два дня, на субботу, воскресенье, с ночевкой там в палатке. У нас там несколько строений есть. Можно ночевать просто, типа, как в комнате отдельной. Можно ночевать в палатке, вот, с посиделками у костра, там, с вечерними разговорами, с чаепитием. Мне кажется, это было бы очень здорово. Вот сама я пока эту идею вынашиваю. Ну, может быть, в следующем году попробую это организовать, если будут желающие. Вот. Ну, а так, конечно, для тех, кто живет в маленьком городе, сейчас возможности в основном все и для заработка, и для мотивации в основном через интернет приходят. Ну, и слава богу, что сейчас такое уже время, что интернет доступен, скорость хорошая. Можно и смотреть мастер-классы, и свои мастер-классы выкладывать в интернет. Кстати, заработок на мастер-классах на платных через интернет, это тоже один из способов, которым может художник, живущий в небольшом населенном пункте, заработать. То есть можно организовать свою виртуальную школу обучения, если вы профессиональный художник. Если вы художник-любитель, вы тоже, в принципе, можете учить людей, потому что все-таки у профессионалов, у них могут быть взгляды какие-то определенные в рамках академического обучения, а непрофессиональные художники, они всегда, я бы сказала, более широко мыслят. Но не всегда, конечно, нет, это зависит, конечно, от человека, насколько у человека мировоззрение, как бы широкое или зауженное. Вот, то есть, ну, непрофессионал вполне может учить начинающих, он может их мотивировать. Вот я сама непрофессиональный художник, я архитектор по образованию, но я мотивирую людей, я снимаю мастер-классы. Вот, люди меня благодарят, и я из этого делаю вывод, что вот не обязательно иметь профильное, там, какое-то педагогическое, художественное образование для того, чтобы помогать другим самораскрываться через живопись. Вот, то есть, это, конечно, тема такая, тут надо просто смотреть, что делают другие люди, и пытаться применить это к себе. То есть, это все эти ответы на эти вопросы, как, что предпринять, это все можно найти в интернете. То есть, понятно, что бывает, ходишь вокруг чего-то очень важного для себя, вокруг какого-то открытия, но ты его не видишь буквально, вот, ты на него смотришь, ты его не видишь. Потом в какой-то момент, как бы, щелчок какой-то происходит, у тебя как будто открываются глаза, и ты видишь, о, какое гениальное совершенно решение, оно такое простое, оно было на поверхности, но ты его не видел, а потом вот какой-то, да, то есть, случился щелчок в голове, так вот, для того, чтобы щелчок в голове случился, надо, конечно же, угол зрения поменять. Вот для этого могут помочь различные, ну, различные способы, на самом деле. Простой способ – это там сменить обстановку, съездить в небольшую какую-то поездку, то есть, я даже не говорю о каком-то глобальном путешествии, просто перемещение в другой населенный пункт – это уже смена вообще декораций, и совершенно меняется состояние сознания в этот момент. Ну, различные практики энергетические, естественно, в этом, прежде всего, могут помочь, для этого даже ехать никуда не надо, то есть, можно дыхательными практиками заниматься, йогой, медитацией, различными практиками, расширяющими сознание, типа холотропное дыхание. Опять же, это вопрос именно расширения своего мировоззрения. Для того, чтобы изменить свою жизнь и смотивироваться, в принципе, не всегда даже нужны деньги. То есть, многие люди говорят, что вот, будь у меня там столько-то денег, а вот я бы, а вот если столько, то я бы, а уж если бы у меня было столько, сколько там у Васи, я бы уже на Васином месте, я бы сейчас бы, вот бы. Вот, ну, на самом деле, вы знаете, изобретательность, она гораздо важнее в этом вопросе, нежели наличие определенного количества денег. Сколько людей имеет достаточный доход, но вместо того, чтобы сделать свою жизнь интереснее, они просто тратят эти деньги на какие-то материальные вещи, которые зачастую им не нужны, просто потому, что они, ну, как сказать, ну, зазомбированы, да, нашим обществом потребления, и буквально стоит только выйти из дома, отовсюду вот эти вот идут посылы в голову, купи, 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 купи. То есть человек, в принципе, сколько бы денег у него не было, если человек подвержен вот этому вот зову купи-купи, он оставит любые деньги там в супермаркете, а еще хуже в гипермаркете. А если это женщина, мы очень любим всякие красивые штучки, которые не очень, в принципе, вообще функциональны, нам вообще деньги потратить, это не вопрос. То есть какие-то красивые украшения, косметика, средства по уходу за собой, одежда, вот что-то в дом красивенькое для декора. В общем-то, растратить можно любую сумму, но тут важный вопрос именно потратить деньги, потратить деньги с умом, а не просто это тут потратить. Поэтому это наивно полагать, что если бы у вас было столько денег, сколько у вашего соседа, там, богача, то вы бы там как-то, скажем так, это вас бы больше смотивировало к самореализации. Вот совершенно не, может совершенно не так все оказаться. Вот. К вопросу об изобретательности. Ну, например, во многих вещах, на которые может не хватать денег, вам могут просто помочь другие люди, люди, с которыми вы просто человеческие отношения какие-то заведете. Вот. Так в свое время было у меня, когда я еще лет 10 назад была достаточно ограничена вообще средства. Для меня даже выезд в соседний город, это была проблема, потому что для того, чтобы остановиться там требовались какие-то там деньги, на дорогу где они требовались деньги, и чтобы там съездить куда-то там из Воронежа в Москву, это просто там надо было месяц экономить там на еде, вот, ничего не покупать там вообще дополнительно, кроме еды. Вот. Но мне очень помогали знакомства по интернету, и причем искренне какая-то дружба завязывалась с людьми, люди приглашали в гости, и я таким образом в свое время побывала в Петербурге первый раз. Вот. Девушка, с которой мы начали общаться, она была тоже очень творческая, интересная, вот, пригласила довольно быстро меня в гости, я как-то просто обмолвилась, что мне бы хотелось там попленерить в Питере, и она сказала, о, да приезжайте, по ней вопрос, съездим с тобой туда-сюда, порисуешь, вот, и я за эту возможность ухватилась, и мы с ней несколько лет поддерживали отношения, вот, это было, ну, очень интересное знакомство, и это было здорово, а после, ну, это было еще давным-давно, там, когда я еще там не путешествовала, сейчас я уже очень много путешествую, и, в принципе, сейчас я, ну, в материальном плане уже состоявшийся человек, скажем так, я, ну, мне не нужно там месяц на еде экономить для того, чтобы там сесть в соседний город, вот, а когда-то были времена, когда, в общем-то, там живешь от зарплаты до зарплаты, там, 9 часов в сутки, ты просто где-то там трудишься с перерывом, якобы на обед, но перерыва нет, ты в этот момент работаешь, приходишь домой не кокущий, вот, денег, естественно, всегда в обрез, потому что, когда такой образ жизни ведешь, денег всегда в обрез, вот, вот, я еще не слышала о таком, чтобы люди, которые на кого-то где-то там работают, могли там действительно себе что-то позволить, хотя, в принципе, бывают, наверное, крупные компании, где хорошие зарплаты, где можно, работая по найму, быть достаточно обеспеченным, не знаю, но вот у меня в основном люди знакомые, кто вот действительно состоялся финансово, они все работают на себя, вот, из этого я делаю вывод, что для того, чтобы быть финансово независимым, надо, прежде всего, думать, как ты можешь сам организовать свой доход, вот, независимо от, там, директора, вот, ну, не всегда так было, конечно же, это же были времена разные, и вот, через людей очень много возможностей открывается, через людей, близких вам по духу, вот, люди обычно, как бы, рады общению, они могут у себя приютить, они могут вам что-то показать интересное, рассказать, так что не стесняйтесь общаться, знакомиться в интернете, налаживайте контакты, связи, вот, и это вам поможет, вот, даже живя в маленьком городе, получить какие-то возможности, даже материальные, больше, чем, если вы будете сидеть один в своем городе и думать, что вот я, как сказать, обречен тому, чтобы прозябать здесь, никаких возможностей у меня нету, вот, это я не говорю о том, даже о том, что, в принципе, конечно, на переезд в другой город, именно сменить место жительства, способен не каждый человек, я сама в свое время очень хотела уехать из Воронежа, я какие-то попытки делала, почему-то у меня это все не складывалось, я хотела уехать работать в Москву, вот, мой однокурсник уехал, нашел там хорошую работу, вот, он меня познакомил с директором в своей фирме, я должна была там работать архитектором-дизайнером, но когда я стала организовать свой переезд, как-то все резко обломалось, вот, и сейчас я понимаю, что все к лучшему, иначе бы моя жизнь, наверное, сложилась по-другому, может быть, не так, как сейчас, а я довольна тем, как она сложилась в итоге, вот, но у меня был прям такой порыв, я ужасно хотела уехать из Воронежа, тогда Воронеж был городом, ну, более дремучим, чем сейчас, сейчас это довольно прогрессивный, крупный город, вот, но мне хотелось чего-то другого, хотелось больших возможностей, я видела, что это возможно в Москве было, ну, вот, все сложилось так, как сложилось, и не каждому хочется, и не каждому, ну, не у каждого получится это, вот, поэтому об этом я даже, в принципе, не говорю, я говорю о том, как именно, ну, находясь на своем месте, где ты там родился, где ты живешь, или где жизнь как-то тебя как-то заставила окопаться, как здесь себя проявить так, чтобы быть удовлетворенным каждый день своей жизнью, своей деятельностью, своим доходом. Большое количество возможностей по заработку таит интернет, то есть он даже не то, что таит, он это все открывает, вот, но, как говорится, имеющий глаза да увидит, имеющий уши да услышит. Вот я, например, при том, что живу в большом городе, в котором много картинных галерей, в котором люди, в принципе, ходят там по выставкам, ходят по картинным галериям, но продавать в реале картины у меня никаким образом не сложилось и не складывается. Я пробовала сдавать их в галерии, никогда не было покупок. Через интернет я продаю картины по всей России, вот, за рубеж, в принципе, как-то не приходилось, хотя иногда люди интересуются, но это оказывается каким-то образом более накладно для них, в итоге они как-то так уже не хотят. Был у людей интерес там в Беларуси как-то, в картине, когда люди узнали, что для того, чтобы перевести деньги с Беларуси, там какие-то проценты заплатить, потом за пересылку заплатить, почти столько же, сколько стоила моя картина, как-то сразу человек остыл. Ну вот по России продаю я работы свои. Из Воронежа у меня купили за всю мою деятельность всего лишь две картины, это очень маленький процент, это, наверное, около одного процента, или там два процента. Ну у меня больше ста проданных работ, так что если купили две картины из ста, не знаю, ста пятидесяти работ, то, наверное, это один процент всего лишь. То есть тоже можно сказать, что город не сказать, что у нас такой уж супер-мега-интеллиентно-культурный. У меня есть определенное мнение об уровне культуры в нашем городе. Хотя есть свои плюсы, есть свои минусы, наверное, как в любых крупных городах. Но интернет, он позволяет продавать картины. Вот я рекламирую все время магазин на ярмарке мастеров заводить. Всем очень рекомендую. Заниматься обязательно его развитием, потому что недостаточно просто завести магазин, загрузить туда работу и ждать покупки. Надо им заниматься. Как им заниматься? У меня есть специальные видео, как раскрутить свой магазин на ярмарке мастеров. Я думаю, таких видео в Ютубе много, не только мои. Ну, я, пожалуй, ссылку приложила внизу в описании к этому видео, на вот это видео по раскрутке магазина. Вот. Я его записывала давно, год назад. Ну, это уже достаточно давно. Что-то поменялось с тех пор. Вот какие-то там моменты, может быть, уже не так работают, как я там описывала. Но, по крайней мере, в целом, в общем, все эти моменты, они также действенны. Вот. Может быть, немножко что-то изменилось. Помимо того, что продавать картины можно через интернет, через ярмарку мастеров. На ярмарке мастеров я видела, некоторые художники продают мастер-классы. То есть они оформляют свой мастер-класс отдельным лотом. Я находила одну девушку-мастерицу, которая продавала работы пастелью. Очень красивая работа. У нее было много отзывов и за покупку этих пастельных работ. Хотя у меня до сих пор как-то сложилось мнение, что кроме картин маслом остальные техники продаются меньше. Ну, вот у нее было много отзывов, много продаж. И очень много отзывов было за мастер-классы. То есть она выкладывала мастер-классы, обучающие по пастельному рисованию. Также отдельным лотом, как обычное изделие, продажу. И люди покупали за скачивание, по-моему, как-то они платили, типа 600 рублей за одно скачивание мастер-класса эксклюзивного. Так что даже мастер-классы можно свои продавать. Потом люди организовывают вебинары через интернет и также занимаются обучением разным вещам. Я думаю, что будучи художником, вот эти темы тоже можно все попробовать. Испробовать как темы для заработка. Помимо всего прочего, вот в своем городе можно организовать, типа, детской студии по рисованию. Если у вас интерес есть к обучению, то, в принципе, занятия с маленькими детьми, они, я думаю, могли бы быть интересны. С детьми вообще заниматься интересно, именно чем-то творческим. Вот, ну, мне на любительском уровне так приходилось с детьми знакомых рисовать. У детей бывают очень креативные взгляды по сравнению со взрослыми. Они не такие зажатые, не такие закомплексованные. Их можно направить под цветом. То есть они не боятся ярких цветов. Это интересно. Вот, поэтому, даже если взрослые у вас не очень там в городе люди интересуются, то детей водить, а все равно люди стремятся к тому, чтобы детей развивать, к тому, чтобы водить их в какие-то кружки. Так что я думаю, вот эти вот из-за студии, или какой-то домашний кружок, или какие-то уроки частные для детишек, это тоже могло бы быть возможностью заработка для человека в небольшом городе. Вот, ну, пожалуй, на этом я буду закругляться. Это на данный момент, ну, все, что мне пришло в голову. Я думаю, что какие-то идеи, может быть, я даже упустила, если у кого-то есть какие-то свои наработки, которые могли бы быть полезны людям. Вот, пишите. У меня сегодня немножко шумно, ездят машины за мной. Вот, ну, это придаст моему, моему видео жизни, живости. Вот, мне захотелось снять его на улице, потому что я знаю, что во многих регионах сейчас уже достаточно холодно. Вот, и чтобы немножко порадовать тех, кто вынужден там наблюдать серость и дождь за окном, я вот решила снять это видео на улице. Так что вот так вот, дорогие художники, творите, не закрывайтесь. Знайте, что всегда, ну, всегда есть какие-то возможности еще, которые вы не знали. То есть, иногда бывает, кажется, что ты уже все попробовал, но на самом деле это не так. Жизнь, она просто безграничные возможности дает. Вот, в любой момент к вам может прийти новая идея, или вы можете ее услышать от кого-то. Вот, главное внутренне не закрываться и быть открытым к новому. Вот, и жизнь будет подбрасывать разные идеи, которые будут делать вашу жизнь, ваше творчество интересным и мотивировать вас. Ну, и помогать также найти альтернативные источники дохода. Вот, всего доброго, хорошего вам творческого настроения. До свидания.